приветствую вас на канале профи сегодня на ремонте наверное уже можно сказать старичок флагман 2017 года samsung s8 точная модель g950 fd принесли мне его в таком состоянии с отклеенной крышкой данный смарт искупали после чего он перестал включаться сегодня мы его постараемся реанимировать и дать ему второе рождение надеюсь вам будет интересно начинаем начнем как обычно с вынимания сим-лотка далее откручиваем все винты чтобы добраться до основной платы теперь при помощи пластикового шпателя вынимаем антенну и остальные пластиковые элементы отключаем клемму акб и другие шлейфы от системной платы и сразу же заметил окислы в районе подключения шлейфа дисплея нового модуля осмотрим это все поближе через микроскоп к счастью окислы не такие критичные прогаров не видно обвязка мультимедийного динамика также подверглась небольшим окислом с обратной стороны все чисто а это значит что шансы велики его оживить на развеме шлейфа дисплея также присутствует как правило окислы возникает на контактах питания подсветки что вполне может препятствовать запуску смартфона и так теперь стоит проверить напряжение акб для того чтобы иметь картину происходящего так как явно попадание воды вызвало кэзэ то а кб должен быть защите а значит напряжение должно быть по нулям что мы и наблюдаем а теперь проверим основную цепитание смартфона то есть проверим пострадали ли у нас контроллер заряда и питание или нет для этого переводим мультиметр в режим прозвонки и измеряем сопротивление сопротивление в норме почти 0 6 килоом а для подтверждения данной нормы у меня есть донор samsung s7 edge они идентичны по питанию проверяем то же самое это значит что уже половина успеха берем плату изопропиловый спирт и очищаем окислы проверяем что окислы отсутствуют здесь не обращайте внимания это не окислы а компаунд немножко повредился при чистке отлично даже пропайка контактов не потребуется итак для проверки подключим а к б от с 7 и попробуем запустить это уже хороший знак смартфон запустился проверяем работу смартфона тачскрин и дисплей прекрасно работают проверяем зарядку как минимум зарядное устройство он видит но мигает индикатор заряда и появился в уведомлениях градусник зарядка остановлено произошло переохлаждение не стоит этого бояться расскажу почему это может быть на аккумуляторе есть датчик терморезистор который может быть в разрыве из-за резкого переохлаждения также этот датчик дублируется и на шлейфе беспроводной зарядки и nfc находится он здесь если один из датчиков неисправен то вылезает это сообщение об остановленной зарядке решается проблема с датчиком очень просто заменой а к б либо шлейфы с nfc но так как шлейф nfc беспроводной зарядки у нас не подключен это также может вызвать данную неисправность подключим шлейф и проверим еще раз а также выведем из защиты родной акб иными словами зарядим при помощи лабораторного источника питания показывать я это не буду видео есть на канале можете кликнуть по данной подсказке и посмотреть кому интересно подключаем зарядку и проверяем как видим зарядка есть и работает быстрая зарядка можно собирать смартфон обратно а также можно было бы поменять и треснувший дисплейный модуль на сервисный оригинал но заказчик отказался в любом случае я ссылку на него оставлю в описании под видео так же как и на используемый инструмент оборудования и расходники из этого видео делаем контрольную проверку отлично ремонт читаю завершенным к сожалению без звука работы динамиков смартфона но они точно работают пришлось звук вырезать так как люблю работать под авторскую музыку а вы слушаете музыку во время работы или нет пишите об этом в комментариях а также пишите как вам такой ремонт обязательно участвуйте в розыгрыше паяльной станции подробности по подсказке или по ссылке в описании всем удачи прямых рук и до новых видео пока